Зал Брестского областного объединения профсоюзов на один день превратился в настоящую творческую лабораторию. Здесь в рамках традиционного университетского фестиваля арт-сессия, смешивая различные жанры, виды искусства, творили настоящее танцевальное, вокальное и театральное волшебство первокурсники Брестского государственного университета имени Пушкина. В этом году мы приняли более тысячи первокурсников. На 1 сентября у нас было столько студентов на первом курсе. Не все из них, конечно, присутствуют здесь, большая часть находится в этом зале. Я очень рад, буду поприветствовать их и оценить подготовку к этому празднику. Они долго готовились, долго шли, конкурсы проводились на факультетах. Ну и, соответственно, сегодня на концерте они покажут все самое лучшее. Студент всегда студент. Ему нужно давать возможность проявить себя. Студенты наши хорошие, они творческие, они многогранные. Соответственно, могут показать разные границы своего таланта именно вот в том числе, не только, но в том числе и на этом мероприятии. Фестиваль арт-сессия уже давно стал традиционным. В рамках мероприятия первокурсники имеют уникальную возможность, что называется, себя показать и на других посмотреть, познакомиться с творческой стороной студенчества. Организаторы конкурса отмечают, что подобный форум – это настоящая кузница талантов, ведь именно здесь зачастую рождаются будущие звезды университета. Из приоритетных задач – это, конечно же, объединение студентов, их сближение, их знакомство друг с другом. И прежде всего мы решаем таким образом задачу по адаптации первокурсников, по их социализации в образовательную среду, по их включению в эту образовательную среду. И, конечно же, прежде всего это сплочение коллективов сначала учебных групп, факультета, ну и знакомство первокурсников уже с особенностями факультета друг с другом. Этот фестиваль в том числе решает и вопрос по выявлению наиболее талантливых ребят, приглашению их в творческие коллективы, уже имеющие определенный статус и звание. Мы их привлекаем для участия в мероприятиях и республиканского уровня, городского, областного уровня. Они являются уже таким образом лицом университета. Мы знакомим их с творческим потенциалом всего университета. И, безусловно, самых талантливых мы показываем, так сказать, и друг другу, и прежде всего на внешнюю среду. Студенты всех факультетов на протяжении трех дней демонстрировали свои вокальные, хореографические, актерские и другие способности. А жюри, в свою очередь, оценивали самих ребят и концертные программы, подготовленные ими. При выборе лучших учитывали несколько критериев, в числе которых разножанровость, оригинальность, сценическая культура, художественное оформление. Пришло время на галоконцерте показать все свои таланты и номера, которые готовились на протяжении долгого времени и приложили много усилий. Как-то все само получилось, взаимосвязь была, все друг друга слушались, кто ставил танец, все повторяли, все учились. Вышло, что вышло. Будем показать. Сегодня мы выступаем с номером «Мы танцуем» под песню «Недетское время». Это очень зажигательный номер и мы планируем прям разорвать зал. Подготовка длилась довольно... По месяцу. Ну да, длительный срок, но на самом деле все начало получаться очень быстро. Фестиваль творчества – это очень хороший шанс для пришедшихся студентов показать себя, свои навыки, таланты, чтобы в дальнейшем руководство могло как-то им помочь в дальнейшем развитии. Яркие вокальные, танцевальные и другие номера сопровождались бурными аплодисментами зрителей. Неудивительно, ведь каждый номер по-настоящему завораживал каждого. С чего начинается Родина, с окошек горячих вдали, со старой отцовской буденокки, что где-то в шкафу мы нашли. А может она начинается, со стука вольтон и рает.